МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите выпуски. Диалог с ведущими специалистами и продуктивная командная работа. Чемпионат профессиональных компетенций «Педагогический резерв. Дальний Восток» прошел в ПГУ имени Шалумалихима. Мемориальная акция «Помним всех поименно» прошла в автономии. Сотрудники полиции почтили память коллег, погибших при исполнении обязанностей. Прикоснуться к вечности группа туристов посетила памятник природы гору Камень-Монах в рамках Дальневосточного этноконфессионального форума «Территория Согласия». Обсуждение актуальных практик и основ будущей профессиональной деятельности. В Приморском государственном университете имени Шалумалихима прошел открытый студенческий чемпионат профессиональных компетенций «Педагогический резерв. Дальний Восток». Это дискуссионно-образовательная площадка взаимодействия и сотрудничества будущих педагогов. Состоялся чемпионат в рамках реализации программы «Развитие университета. Приоритет 2030. Дальний Восток». В течение двух дней 50 участников постигали педагогическое мастерство на различных соревновательных площадках. «Это и квизы, это решение педситуации, это брейнсторминг, это открытый микрофон, различные интеллектуальные игры. И очень важной тематикой здесь является формирование у молодежи гражданской и региональной идентичности». Участвовать в педагогическом чемпионате приехали команды университетов Благовеченска, Сахалина и Камчатки. ЕО представляли студенты ПГУ имени Шалома Лейхима и Биробиджанского технологического техникума. В качестве экспертов – доктора и кандидаты педагогических, филологических и исторических наук, а также специалисты по работе с молодежью. За выполнение каждого задания команды получали определенное количество баллов, которые затем суммировались. «Если как-то охарактеризовывать те задания, которые были представлены в эти два дня, то они были разнообразны. Это огромное количество заданий, как и сферы психологии, и сферы педагогики, истории Дальневосточного федерального округа и так далее. Задания были самые разнообразные и требовали самых разнообразных подходов в их решении». После двух дней диалога с ведущими специалистами и продуктивной командной работы были определены призеры и победители чемпионата. По общему количеству баллов на третьем месте – команда Сахалинского госуниверситета. А две команды Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга стали обладателями дипломов второй и первой степени, студенческого чемпионата, профессиональных компетенций, педагогический резерв, Дальний Восток. «Мы сильно благодарны педагогам, нашим Камчатским государственным университетом имени Витуса Беринга, преподавателям, которые вложили в нас эти знания. В любом случае это смекалка, это эрудиция и хорошее настроение. Было круто, было классно, впечатления вообще невероятные. Побольше бы такого и мы будем счастливы». Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21. Погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел почтили полицейские ЕАО 8 ноября. Мемориальная акция «Помним всех поименно» прошла по всей автономии. В УМВД России по ЕАО на боевом посту в разные годы службы погибли 15 стражей правопорядка. Двое из них отдали жизни, обеспечивая правопорядок на Северном Кавказе. «Они, несмотря на то, что сегодня не среди нас, но они всегда в нашем сердце и всегда мы о них помним. Если человек не помнит историю, то я думаю, что у него нет будущего. Историю помнить нужно всегда, а тем более героические примеры тех коллег, которые отдали свою жизнь для того, чтобы граждане жили спокойно». В мероприятии приняли участие и учащиеся биробиджанских школ. После митинга ребятам рассказали о подвигах погибших сотрудников и провели экскурсию по управлению областного МВД. «Детки, которые сегодня к нам пришли в гости, они узнают не только по тематике, но и познакомятся с профессиями, которые имеют место быть у нас на службе в органах внутренних дел на сегодняшний день». Во время экскурсии по зданию управления ребята с интересом познакомились с фотогалереей «Аллея славы», где размещены сведения о героических поступках сотрудников органов внутренних дел России. Смогли полистать страницы книги памяти у МВД России по ЯО. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Достопримечательность, которой более 100 миллионов лет. Экскурсию на памятник природы ЯО «Гуру Камень-Монах» провели для желающих в рамках Первого Дальневосточного туристического этноконфессионального форума «Территория Согласия». Находится Камень-Монах в 30 километрах от Биробиджана. Чтобы добраться до него, нужно от автодороги Биробиджан-Унгун-Ленинская около 5 километров идти пешком по марям и лесным рёлкам. Памятник природы представляет из себя остатки жерла древнего вулкана, застывшей лавы высотой около 20 метров. Это напоминание о том, что сотни миллионов лет назад на территории нашей области шла бурная вулканическая деятельность. Выбросы вулканической деятельности в Бирокане, если вы обратили внимание, там огромные валуны, это бомбы, которые вулкан извергал. Остаточное явление вулканической деятельности – это наши источники кульдурские. Но вот этот камень, он, видать, происхождение какого-то твёрдого. Эрозия произошла, сопка исчезла, а камень остался. Миллионы лет воздействия воды, ветра и других процессов оставили от древнего вулкана лишь это скальное образование. Некоторые его склоны напоминают столбы, будто застывшие потоки лавы. Камень-монах находится на небольшой возвышенности, рядом в округе похожих объектов нет. Наверное, поэтому одинокий камень и получил название «Монах». По словам участников экскурсии, об этом уникальном объекте они слышали и давно хотели здесь побывать. Давно хотелось, с детства. Раньше он был виден с трассы, и мечта такая была. Ну вот она осуществилась, спасибо организаторам. Мы долго шли, дошли, наконец-таки, ну и прикоснулись к вечности. Добраться до камня-монаха можно и по старому автозимнику. Но туристы говорят, что делать это лучше всего зимой, так как местность вокруг болотистая. Не стоит забывать и о том, что этот камень – памятник природы ЯО и находится под особой охраной. Никита Натапов, Новости 21. Смотрите далее. Яркое и завораживающее разнообразием картин порадовал посетителей выставки «Фигуративное» – Музей современного искусства ЯО. Спорт, развитие и помощь детям посмотреть на мир глазами ребенка призвала автор социального проекта Биробиджанка Виктория Искандарова. В Музее современного искусства ЯО открылась выставка «Фигуративное». В этот раз представлены работы трех художников – Владимира Хрустова, Валерия Леватаева и Владислава Цапа. Разнообразие образов и сюжетов привлекли внимание зрителей. Директор музея отметила особенность этой выставки. Я не побоюсь любого восторженного эпитета. Замечательная выставка под названием «Фигуративное». Почему фигуративное? Потому что вы видите на каждой из картин присутствуют фигуры, зачастую не одна. И часто это работы, в которых есть сюжет, который можно рассказать словами. Посетители старались рассмотреть каждую деталь работы и через них постичь замысел автора. По словам Владислава Цапа, самое сложное для художника – это не научиться писать картины, а придумывать сюжеты. «Я раньше думал, ну что сложно придумать? Да научиться бы рисовать. А ну придумай, да я за пять минут кучу вариантов. Нет, это самое сложное. Вот, например, ну скрипачей много раз писал. Ну вот здесь решил сделать такой вариант. Пригорок сидит скрипач, скучно. Я потом нарисовал летящий по небу женщина, это его поклонница, белым одетая, и сразу же получился какой-то сюжет. А сюжет интересен, когда задается вопрос, а что бы это значило, а почему? Посетители могут рассчитывать не только на эмоции от выставки, но и на небольшой подарок от музея, согласившись принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно приобрести билет на выставку, написать имя и номер телефона на листке и поместить в специальную коробку. А уже 30 ноября подведутся итоги розыгрыша и выберут победителя. Софья Генатулина, Денис Листюхин, Новости 21. Тренер отделения бокс детско-юношеской спортивной школы Биробиджана Виктория Искандарова в программе «Народ хочет знать» представила свой проект «Посмотри на мир глазами ребенка». В мае 2023 года команда получила поддержку губернатора Ростислава Гольштейна на воплощение проекта для 70 детей в возрасте от 6 до 12 лет, оставшихся без попечения родителей. В рамках летнего детского отдыха мы организовали площадку дневного пребывания, на основе которой работа была в трех направлениях. Это двухразовые тренировки плавания в бассейне «Версикаль» по договору, тренировки по боксу, куда включались ежедневные зарядки, и куда привлекались еще не только состав площадки, грубо говоря, 20 человек, но еще приходили дети, которые желали участвовать, тоже с детских домов и другие ребята. Автор проекта постаралась не только укрепить общефизическую подготовку ребят, но через мастер-классы, экскурсии, развитие в багаж полезных знаний и умений. И по словам Виктории это получилось. Она признает, что и сама получила большой позитивный заряд. Я каждый день вижу солнце, я каждый день вижу улыбки, я каждый день вижу искренность, чистоту, добрые сердца. Каждый день я это вижу, когда я прихожу в зал и работаю с ними. Я вижу настоящее, я вижу мир другой, разноцветный, насыщенный, яркий, только-только открывающий двери для нового, теплоту, любовь, искренность. Каждый день. Одной из самых больших побед Виктория считает то, что за время реализации проекта было усыновлено шесть детей. И сейчас она работает над продолжением проекта и рассчитывает не только на грантовые средства, но и на поддержку партнеров, а их круг растет. Полная запись эфира размещена на портале reabir.ru. Константин Земляникин, Денис Листюхин. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин